У вас для начала я хотел бы у вас немножечко уточнить. Вот вы говорите о том, что сейчас вы почти перестали вписывать со своим молодым человеком и для того, что у него много дел, он устает физически и так далее. Вы спрашиваете нас о том, что делать, и вы знаете, вопрос, который у меня к вам возник, он звучит примерно так. Вот что делать с чем, или, может быть, лучше спросить, с кем вы делать вообще что хотите, вы сами чего хотите. Понимаете, если у молодого человека действительно есть дела, которые он выполняет, которые он старается делать хорошо, то вы ему, по сути, только ставите палкой в колеса своим поведением. Вы ему, по сути дела, только лишь надоедаете своим поведением, своим недоверием и так далее. и вы знаете, я полагаю, что ответ, что вам делать, зависит от того, чего вы хотите. понимаете, если вы хотите, например, вернуть его расположение к себе, это одно, если вы хотите сами стать более независимым от него, это немножко другое. то есть вам вот надо определиться с этим, чего вы хотите, что вам нужно. Вы говорите, что вы два месяца не виделись, так как он занимается боксом кратко-кратко. И что он не может найти на вас минуты. А не было ли у вас проблем каких-то раньше? Не было ли у вас разногласий до того, как началась эта ситуация? Все ли у вас было хорошо? Нормально ли вы общались? Нормально ли у вас было организовано взаимодействие? Потому что, ну, действительно, как бы сильно он не уставал, все равно можно найти на вас, ну, минутку в минутку своего времени. Но! Есть другой аспект. Вы как бы просите его это сделать? Вы как бы просите его говорить ему о том, мол, найди на меня время. Это вот не есть хорошо. Потому что это говорит о том, что вы от него зависимы. И сами по себе вы не самостоятельны. И если это действительно так, то вам нужно менять свое отношение к себе. Ну, то есть, например, вот он не хочет с вами общаться. Ну, и ладно, и пусть не общаться. А вы занимаетесь своими делами. Вы занимаетесь собой, занимаетесь своими интересами, хобби. Подумайте, зачем вам нужен человек, который не уделяет вам внимания? Достаточного количества внимания, зачем вам такой человек нужен вообще? И подумайте, как вы выглядите в его глазах, высказывая ему претензии или претензию о том, что он вам не уделяет много времени. Ну, я надеюсь, вы понимаете, что выглядит это не очень хорошо. Я надеюсь, вы понимаете, что это вас не красит, а его заставляет думать, что вы в нем очень сильно нуждаетесь. Что делает его поведение еще более ненависимым от вас. Поэтому здесь, я думаю, уместно будет вам задать вопрос такого плана. Вы сами почему так сильно, так активно нуждаетесь в своем молодом человеке? Откуда у вас в нем такая потребность? Прямо вот очень сильная, на мой взгляд. Вот откуда она у вас и с чем связана? Вот это я полагаю, нужно вам прояснить. Потому что именно в этой части кроется ответ на вопрос, почему вы оказались в этой ситуации. Ибо на самом деле ситуация довольно обыденная, когда в мужчинах в результате своих занятий, своих действий ненависим, немножечко от женщины отдаляется, что в общем и целом не является чем-то странным, что в общем и целом не является чем-то аномальным. Ну а вы ведете себя в данном случае как достаточно неуверенный в себе человек, как нуждающийся в этом мужчине человек. И вопрос заключается в том, откуда у вас это состояние берется. Чем оно подпитывается, какие у него причины? Если вы не уверены в себе, то в чем? Если вы боитесь остаться одна, то почему? Я имею в виду, почему вы боитесь одиночества? Об этом нужно вам разговаривать. Это, понимаете, ваша субъективная сторона восприятия в данной ситуации. И от того, как она будет организовываться, зависит и будущее ваших отношений. С другой стороны, вы можете просто-напросто, если вы не хотите этим заниматься, вы можете молодому человеку сказать, что вам надоело, что вы не хотите так больше жить. И что отныне вы будете, например, делать все, что вам захочется. Ну, в том числе и общаться с другими парнями, другими мужчинами и так далее. Тем самым, вынуждая его на определенное поведение. Не самый лучший вариант для решения проблем ваших. Но, если вы не хотите работать над собой, если у вас нет желания, возможности, времени заниматься личностным ростом, то этот вариант для вас подходит. Но это манипуляция, и будьте готовы к тому, что человек может понять, увидеть, что вы им манипулируете, и реакция его будет достаточно негативной. То есть, постарайтесь, пожалуйста, увидеть ответственность свою за то, что вы делаете, за то, как вы поступаете. Что касается ревности, которая у вас есть, то полагаю, дело здесь, опять же, важной неуверенности в себе. В изрядной доле эгоизма, то есть, вы хотите, чтобы парень был с вами, вы хотите, чтобы он вам все свое внимание уделял. При этом вы немножечко упускаете из виду, что у него могут быть тоже какие-то проблемы, какие-то дела. Вот это вот вам нужно учитывать обязательно. Это первое, и второе, это то, что вы боитесь остаться одна. Ну, боитесь, что его не будет в вашей жизни, мышечке. И это, на мой взгляд, тоже довольно важный момент, потому что это делает вас не свободны в отношениях, это делает вас не имеющей возможности реализоваться как самостоятельному субъекту в отношениях. И отсюда вы теряете свою самобытность, а значит и ценность в этих самых отношениях. Я думаю, так можно ответить на ваши вопросы. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, я вам буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!